Синдром гиперактивности и дефицита внимания. В последнее время психологи стали ставить такой диагноз нашим детям. Что это и как влияет на успеваемость в школе, мы спросили у психолога Ларисы Залевской. Доброе утро, Лариса. Доброе утро. Лариса, ну давайте разберёмся, что же такое синдром гиперактивности и дефицита внимания, как он проявляется. На самом деле это очень серьёзное состояние ребёнка, которое обусловлено органическими поражениями головного мозга. И формируется оно ещё либо в процессе беременности в результате какой-то патологии или гипоксии, либо в процессе осложнённых родов, например, в процессе кесарево-сечения. Почему вы это и говорите, в последнее время стало чаще? Потому что и кесарево-сечение стало больше, потому что, да, стало для него больше показаний. Отсюда и вот этот дефицит внимания и гиперактивность. Что это такое? Ребёнок, который неусидчивый, мало спит, бывает либо много ест, либо мало ест. Это в домашнем, да, который абсолютно не понимает, что такое порядок. Очень тяжело этим детям и учителям с этими детьми в школе, потому что у них нарушена концентрация внимания. Они не могут заниматься чем-либо, бывает даже дольше, чем 5 минут. А у нас урок 40 минут. И, конечно, это проблема и для учителя, и для ребёнка. Я эту проблему знаю не понаслышке. Наш младший сын как раз страдал этим синдромом, и мне пришлось стать детским психологом, пока я помогала ему корректировать это состояние. Но здесь приговоров нет. Тут очень важны любящие родители, правильный режим семьи и договорённость с учителем. В принципе, всё это корректируется. Он с гиперактивностью, понятно, а дефицит внимания. Как он проявляется в ребёнке? Да, вот как раз в том, что концентрация внимания у ребёнка осложнена. Ему трудно вообще на чём-либо сконцентрироваться. То есть, например, эти дети в уроке вместо положенных 20 минут могут делать 2 часа. На самом деле, они их не делают. Они просто не могут сконцентрироваться, кладутся на парту. Они хотят есть в этот момент. Как только уроки делать, вот пойду покушаю. Пойду попью. Ну, это естественно. Это даже когда ребёнок маленький, его укладываешь спать, он сразу хочет всё делать. Ну, а может ли этот синдром быть наследственным? Вот вы сказали, что может быть при родах… Путём кесарево источения, которое происходит. А наследственным он быть не может. Наследственным он быть не может. А вот в основном эти признаки, они в каком возрасте проявляются? Сразу после рождения, на самом деле. Да, практически сразу. Ещё бывает даже внутриутробно. Этот ребёнок уже начинает пинаться. Да, если у него мало кислорода, он будет постоянно активно пинаться. И может быть даже внутриутробно. После года могут проявиться. То есть ещё год, пока он на маминой груди, в маминых руках, ему ещё комфортно. Знаете, эти же дети, они могут страдать от какой-то очень сильной боли внутри. Например, у них может быть защемлена шейка, и они могут испытывать головную боль. Только маленький ребёнок нам этого не скажет. И он таким образом освобождается от какой-то физической боли, когда он быстро бегает или там что-то, ему так легче становится. А вот мне знаете, что интересно? Вот вы сказали, да, дети, допустим, когда их заставляешь делать уроки или ещё что-то, они сразу там 20 дел придумывают, там в течение 22 часов делают эти уроки. Вот я, допустим, следила просто за своим сыном, наблюдаю. Если у нас жёсткий график, в котором он должен в это время сделать то-то, в это время сделать то-то, распорядок дня, он в нём существует, как рыба в воде. Но стоит его отправить к бабушке, на недельку, на две погостить – это всё. И он мне потом его на рельсы приходится ставить в течение этих же двух недель. Вот как в этой ситуации быть? Как вообще маму взбавшись? Вот вы уже и чувствуете, где правильно, где неправильно. Вот дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, они как раз, у них внутри хаос. Они не знают, где верх, где низ, где день, где ночь. Они бывают путают день с ночью. И что вот первый способ такой действующей коррекции – это строгий режим дня и правила. И они действительно начнут, им так проще жить. Им так проще жить. Я не знаю, что сейчас два часа уроков. Но два часа для них – это много, им надо делать вообще перерывы и паузы. Этих детей нельзя перегружать, этих детей нельзя вот так вот расслаблять. Им действительно их спасает какой-то определённый порядок дня. Значит, к бабушке на неделю, не больше. Два дня максимум. Важно с бабушкой договориться, чтобы она поддерживала этот порядок дня, объяснив ей, что за состояние ребёнка. Лариса, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что он практически с самого рождения. Этот синдром может проявляться, а до какого возраста? Вообще он корректируется, даже если не заниматься им, да, то дети успокаиваются где-то к седьмому классу, к шестому, к седьмому классу, к подростковому. Но здесь может включиться обратное. Лень, апатия, сонливость, потеря интересов, с точностью наоборот, да. Потому что если функция в головном мозге не сформирована, то она будет как-то по-другому компенсироваться. Задача – заниматься коррекционной работой с этими детьми. Вот как? Что это должно быть? Да, во-первых, ну… К психологу, наверное, нужно обратиться, правильно? Обязательно к психологу. А для того, чтобы обратиться, нужно понять, что проблема такая есть. Да. Во-первых, бывают ещё настолько серьёзные вот этот синдром, что этим детям показано учиться в коррекционном классе. Даже так, да? Да, даже так, потому что… Они не дадут жизни никому, да, наверное, не сверстникам. Они не смогут усвоить программу массовой школы. А если их поддержать в начальной школе, то к пятому классу они могут выровняться и пойти в массовую школу. То есть убрать вот эти амбиции родителей, что никакое лицо этим детям не показано, никакие гимназические классы. У нас же родители бывают с амбициями. Ну, это да, да, да. Мой ребёнок в коррекционном классе? Что? А мне знаете, что интересно, Лариса? А вот взрослым проявляется это. Я иногда просто смотрю на себя со стороны и думаю, по-моему, у меня дефицит внимание. Ну, если человек это всё скорректирует, да, то это будет просто, ну, такая активная жизненная позиция. То есть он может стать сильной стороной личности. Если мы не будем ребёнка, как правило, жители заклёвывают и заплёвывают, да, он мешает, он такой, он сякой, и могут вывести его на уровень девиантного поведения. То есть тот, который двоечник в школе, да. А если это поддержать в нём, отдать его в спорт, обязательно им нужна такая двигательная активность, да, ну, как-то скорректировать, искать, это твоя сильная сторона. Ты умеешь делать всё быстро. Тогда это будет другой взрослый совершенно. А вот скажите, пожалуйста, могли бы вы дать какой-то совет вот тем родителям, которые понимают, что у них ребёнок гиперактивный, но как-то вот вести своего ребёнка врачу, там вот это тоже какие-то вот личные амбиции, вот просто какие-то домашние советы. Переступать вот через эту ступеньку, как-то страшноватые. От любящих родителей отказываются от личных амбиций и всё-таки делают то, что важно ребёнку, потому что его жизнь только начинается. Во-первых, когда-то я задумалась, да, вот даже такая фраза, дефицит внимания. Я думала, какой дефицит внимания может испытывать мой ребёнок, что он именно так привлекает к себе моё внимание. Конечно, вроде бы я с ним круглосуточно рядом, но я не вместе с ним. И тогда вот это вот качество внимания, да, когда я говорю о нём, увлечена его интересами, его не обязательно может быть много – 5, 10, 15 минут. А потом такие вещи, как вообще какие-то игры в кругу семьи, общение в кругу семьи, семейные ужины, воскресные обеды, вот такое общение с бабушкой качественной, которая вникает в эту проблему и её начинает поддерживать. Да, вот тогда этот ребёнок начинает насыщаться вниманием всей семьи. И вот это, на мой взгляд, очень важный шаг, который могут сделать любящие родители по коллекции этого синдрома. А вот если какой-нибудь выход в свет в ресторан всей семьи, и чтобы ребёнок как-то понимал, что видел, что-то происходит вокруг. Ну, сначала, наверное, подготовить всё по финансовым возможностям. Кому-то в цирк, кому-то в ресторан. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Дорогие друзья, я напомню, что сегодня мы разговаривали с психологом Ларисой Залевской. Ну, а прямо сейчас пришло время выпуска новостей. Ларисой Залевской. Спасибо.